Приветствую вас! Вы знаете, я, пожалуй, не соглашусь с коллегами, которые утверждают, что мужчины вас не любят. Я, пожалуй, больше склонен как-то к тому, что чувства, может быть, у него к вам есть. Именно чувства, вот, именно чувства у него к вам, может быть, и есть. Но, совершенно очевидно, что, ну, совершенно очевидно, что человек попал в достаточно непростую для него ситуацию, да, ему сейчас может быть слишком трудно, ему сейчас может быть слишком тяжело, и он пытается таким образом, к примеру, вас спасти, ну, спасти от самого себя, возможно, вот. То есть это вот не видится, не видится так, не видится эта история именно такой. Вот. Значит, у мужчины вашего проблемы, это совершенно точно, это совершенно очевидно, что у него проблемы именно. Вот. И, значит, здесь нужно, ну, здесь нужно, скорее, чтобы он просто, ну, просто на свои проблемы обратил внимание. Вот. Вот что в Казахаре нужно. То есть нужно обратиться, чтобы мужчина понял, что вы жить не можете так, когда люблю-не люблю, да, там, фотографии девушек различных. Вот. Вот. Это все, естественно, очень неприятно. Вот. Вам нужна какая-то определенность. Вот. И это, в принципе, вполне обратно. То есть такая позиция, она вполне обратно. Вот. Вот. Ну, соответственно, что вы можете мужчине, значит, сказать ему, что пока ты, например, проблемы свои не решишь, да, то есть пока ты не определишь, я, соответственно, буду жить у родителей. Вот. То есть нельзя, какая-то ваша стратегия. Ваша стратегия, ваша собственная стратегия и собственная позиция. Вот. А без вашей собственной стратегии, когда вы как будто бы полностью зависти от человека, ну, мне кажется, что вы будете мучить таким образом и себя, и его. Вот. И, в итоге, в итоге, ничего, собственно, хорошего, да, из этого не получится. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Ну, вот. Так что, вот именно, именно сюда, именно в этом направлении вам и нужно двигаться. На мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть так мне это представляется. Так это я вижу. Вот. Что касается вас, то у вас, на мой взгляд, есть позиция жертвы. То есть вы во всем своем этом соглашаетесь. Вы его чрезмерно прощаете. Вот. Что тоже не может идти на пользу вам. Потому что, ну, если, если мужчине, мужчине позволять, да, ну, слишком много. Вот. Вот. Если не давать ему почувствовать свою ответственность, а вы ему не даете этого. Вот. Зачем? Какой ему смысл? Что-либо меня? Что он получит? Сейчас ему удобно. Он захотел вас отправил домой. С двумя детьми захотел, там, обратил внимание на других девушек, да. Вот. Захотел, там, сказал, что хочет, ну, вас вернуть, да. Вот. То есть это абсолютно безответственное поведение по отношению к вам. И позволять, позволять, позволять его такое поведение по отношению к себе, да. На мой взгляд, нельзя. Вот. Потому что это вас просто, брат, она просто дискредитирует. Вот. Вот так вот мне видится данная проблема. Вот. Обратите внимание на то, что у вас есть дети, на то, что детям вашим нужна спокойная семья, на то, что ваши дети хотят. Не хочется быть, как бы, с отцом, да. То, что в данном случае, вот. А наличие, как бы, отца, это не принципиально. Принципиально, скорее, скорее, то, насколько благоприятная атмосфера в семье. Вот. Если семья, если отмазка не благоприятная, а она не может быть благоприятной, да, то и детям будет тяжело. Потому что тяжело будет вам. Соответственно, вы оказываете, ну, вы оказываете вред себе, да, и вредите детям. Папак. Вот. То есть, хорошего, хорошего здесь нет ничего. Как вы, я надеюсь, видите, видите. Вот. Поэтому нужно, соответственно, брать ситуацию в свои руки, вот, и, значит, самостоятельно заботиться о себе и о своем, там, будущем, будущем, о своих детях, которые, ну, которые зависят от вас. Вот. Потому что выбора другого вас, по сути, и нет. Вот. Ну, а если вам сложно это делать, вот, если вы, к примеру, боитесь это делать, ну, по каким-либо причинам, вот, то мы в этом случае, мы вам обязательно поможем, вот, поможем, подскажем, вот, и, соответственно, вам будет гораздо лучше, вам будет гораздо лучше, вам будет гораздо спокойнее. Ну, комфорт, комфорт, скажем так, вот, на мой взгляд. Вот, в принципе, так, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Вот, надеюсь, что вы сделали до сюда вывод, ну, сделайте для себя определенные выводы, не пропитесь, а, записывать мужчину в изменнике, не пропитесь, а, значит, сделать выводы, что муж его больше не любит, вот, ну, промотивируйте его на то, на то, чтобы, а, со своими проблемами, вот, которые у него есть, они у него есть, вот, он работает. Так что, не соглашаетесь на меньше, не соглашайтесь быть с тем, кто, вот, не хочет над собой работать, да, не соглашайтесь быть с тем, кто не хочет для себя что-то делать, не соглашайтесь быть с тем, кто идёт по неиспадающей, то есть по пути наименьшего сопротивления. Больше сохраните именно себя. Вот. Если у вас есть проблемы с тем, то мы вам поможем поправить и её в том числе тоже. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будра помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!